Всем привет! Меня зовут Дарья Иванова, или можно просто Даша. Я живу в Калифорнии. Сегодня я бы хотела вам рассказать свою историю, как я сделала визу, потому что миллион людей мне просто написали сообщение, как ты сделала визу, что нам сделать, скажи, поделись опытом. Я сначала всем отвечала, отвечала, но потом я поняла, почему бы просто не сделать видео. Когда я еще жила в России, мне все говорили, ты не получишь, у тебя нет мужа, у тебя нет работы, зарплаты, ты не сможешь получить. Люди всегда ограничивали, и я все время действительно считала, что раз у меня нет всего этого, значит, мне никто не даст визу, не даст эту возможность попробовать. Мне все это надоело, и я просто решила, окей, я попробую, если мне не получится, ну и ладно. У меня не было ни работы, ни собственности, ни детей, ни мужа, то есть мне абсолютно ничего не держало. Как правило, таким людям не даст. И плюс я хорошо знала английский. Я реально подхожу по всем параметрам под иммигранта. Если у вас есть такое намерение, ни в коем случае нельзя об этом говорить на собеседовании. Итак, начнем по порядку. Как быть, что делать, с чего начать, насколько все это реально. И если вы все сделаете, как я вам скажу, все сделаете правильно, 100% вы получите визу. 100%. У меня есть несколько знакомых, которым отказывали. Я знала об этом. Действительно отказать могут. Но действовать по инструкции, понимать все принципы, как это все работает, Если делать все правильно, не нервничать, то 100% получится. Самый простой способ получить визу, это получить туристическую визу. Если у вас нет работы, если у вас нет зарплаты и нет собственности, нет мужа, детей, жены. Что же делать? Первым шагом вы идете фотографироваться на документы. Размер фотографии 5 на 5. Обязательно попросите фотографию не только в распечатанном виде, но и в электронном. Потому что она вам пригодится на следующем этапе. На сайте консульства вы заполняете анкету. Но время очень ограничено, поэтому я советую просто заранее напечатать все ответы. И тогда вы сможете легко сделать копипаст и без проблем. Это будет все очень быстро. Время ограничено 40 минут. Соответственно, после того, как вы запомнили свое заявление, вам нужно будет загрузить фотографию. Ту, которую нужно обязательно взять в электронном виде. И сразу же нужно оплатить. Вы оплачиваете через карточку. Нет, через карточку. Это стоит 160 долларов. Но консульство свой курс. И поэтому, например, если курс 60 рублей за доллар, то на сайте, может быть, он 70-80. То есть нужно немножко рассчитывать эту разницу. И как только вы оплачиваете, у вас есть возможность записаться на само собеседование. По поводу заполнения анкеты. Я писала фактически все по-честному по поводу работы. Я являюсь до сих пор. До сих пор. Индивидуальным предпринимателем. У меня просто есть сертификат, что я индивидуальный предприниматель. Я написала, что у меня свой бизнес. В тот момент, честно говоря, я уже была готова уезжать. У меня не было никакого бизнеса. Тем не менее, я написала. Написала адрес. Этот адрес никто не сможет никогда проверить. И им просто некогда этим заниматься. Окей, дальше вы пришли на собеседование. И ваша задача показать консулу в первую очередь, что вы ни в коем случае не собираетесь оставаться в Америке. Собираетесь приехать и уехать. Он может вас спросить, какова ваша цель визита. На этот вопрос нужно сказать, моя цель визита – туризм и шоппинг. Почему это правильно? Потому что вы просто едете путешествовать и тратить деньги в их стране. То есть, почему нет? Это хорошая причина. Также офицер может у вас попросить какие-то дополнительные бумаги, дополнительные доказательства. То есть, лучше иметь с собой. Но у меня ничего не спрашивали. Я думаю, что если вы настолько уверены в себе, то он у вас ничего и не спросит. Но, по идее, нужно иметь с собой все доказательства, собственность. Если вы ИП, то сертификат, что вы ИП. Офицер может предложить вам вести диалог на английском языке. Но лучше этого не делать. Во-первых, они все говорят по-русски. Во-вторых, если вы покажете, что вы так идеально знаете английский, то вы, опять же, потенциальный иммигрант. Конечно, стоит учитывать, что офицеры — это американцы. Какие-то замысловатые предложения, поэзию лучше не используют. Он вас может спросить, покупали вы уже билеты, бронировали отель и все в таком духе. Я буду бронировать отель и покупать билеты только когда получу визу. Он может у вас спросить, чем вы занимаетесь в России, какой род вашей деятельности, сколько вы получаете. Если у вас бизнес, то чем занимается бизнес. Даже если реально у вас нет бизнеса, вы можете сказать, что он у вас есть. Придумать и быть уверенным в своем ответе, чем он занимается. И лучше, чтобы это было что-то стационарное. Не какой-то просто интернет-бизнес, а именно реальный стационарный магазин, к примеру. Салон. Все, что угодно. В конце вашего интервью будет все известно. Если он вам тут же возвращает паспорт, это значит все. Это значит все плохо. Вы не прошли. Но если он говорит, что виза будет доставлена вам в течение пяти рабочих дней. Это значит вы прошли, значит все хорошо. Лично у меня это было так. Обеседование было в среду. И в понедельник уже ко мне постучал в дверь курьер. Пожалуйста, получайте ваши документы. Немного виз. А, еще офицер может спросить. Где все ваши родственники? Все мои родственники в России. Моя вся идея, она заключается в том, что просто максимально показать консульству, офицеру, всем-всем-всем американцам. Что вы ни в коем случае не собираетесь здесь оставаться, что у вас есть бизнес, работа, вы так любите свою семью. Вы всеми корнями привязаны просто к России и вы ни в коем случае не собираетесь оставаться в Америке. Английского языка вы тоже не знаете. Ну, знаете, hello, how are you? How are you? I'm fine. Very good weather outside. Thank you. Ты что, не understand? Что нужно иметь с собой, когда идете с самого консульства? Либо справка с места работы. Либо если вы бизнесмен, то сертификат индивидуального предпринимателя. Справка с банковского счета. Желательно, чтобы у вас было на счету хотя бы 100 тысяч рублей. Но если у вас нет таких денег, просто положить все деньги, занять у кого-то, положить их на счет, сделать справку, раздать, снять деньги обратно, раздать их всем, у кого вы заняли. Но справка-то у вас будет. Если вы замужем, то свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей. Если это есть, это хорошо, это безумно хорошо. Если этого нет, как не было у меня, то это окей. Документы, которые не обязательно, но их могут у вас запросить, и это важно будет иметь. Если вы студент, то тогда вам нужна просто справка с деканатом. Еще хотел сказать, в посольство нельзя приносить наушники, в посольство нельзя приносить никакие электронные предметы, только телефон. Но телефон вам нужно будет сдать в камеру хранения. Все, все остальное, все, что у вас есть остальное, любые провода, кстати, тоже, вам нужно будет куда-то деть. Если вы приехали на метро, естественно, у меня была с собой зарядка и наушники. И я просто нашла какого-то мужчину во дворе. Он просто брал у людей какие-то предметы на несколько часов за 100 рублей, несколько часов, и потом возвращал обратно. За это он брал 100 рублей. И я подумала, либо я сейчас их выкину, либо я попробую вот так. Ну, в общем, я попробовала, и он мне все вернул. Поэтому, если вы встретите этого мужчину, то это работает. Но я сама думала, что окей, если он убежит, forever, что я сделаю? А, у вас не должно быть зажигалок, сигарет, жидкости, еды. Большие сумки тоже лучше не брать. Ножи. И идеально будет просто взять небольшую женскую сумочку и все. Буквально. И какую-то папку с документами. Все, больше ничего. Если вас просят ваш срок поездки, говорите 10 дней или 12 дней. Но лучше не говорить, что больше, чем 2 недели. Потому что это будет подозрительно. И он может подумать, а не пытается ли она у нас остаться. Ну, и, в общем, все. Как только вы получили, это все круто. И почему я все-таки советую делать туристическую визу? Во-первых, это проще всего. Во-вторых, если вам не понравится здесь, вы можете легко уехать. Потом вернуться опять. И если у вас уже какая-то рабочая виза или учебная виза. Во-первых, это уже более серьезные вложения. А во-вторых, вам может реально все это не понравиться. Вам не может не понравиться Америка, американцы, еда, погода. Да, но вам может понравиться. Поэтому лучше сильно не завышать важность этому. Окей. Получится? Хорошо. Не получится? Ну и ладно, пойду дальше. Значит, это не мой путь. И также, находясь уже здесь, в Америке, вы сможете изменить свой статус. Вы можете в любой момент пойти в школу и подать документы, и стать студентом. Вам изменят визу туристическую на студенческую. Также, если вам очень повезет, вы можете с кем-то познакомиться, найти какую-то крутую работу. И у вас будет рабочая виза. Почему нет? Если вы найдете здесь себе вторую половинку, то получится и грин-карт. Тест. Я считаю, нужно всегда попробовать. Если это ваша мечта, если вы всегда хотели, но вы почему-то боялись, или кто-то из ваших знакомых вас закидал своими внутренними ограничениями, почему нет, то это все фигня. У меня получилось. И все круто. Это все ерунда. В итоге я приехала, по туристической визе осталась, и все очень хорошо. Особенно есть ограничения, что молодой, красивой, одинокой, незамужней женщине вряд ли дадут визу. В итоге мне дали. И, кстати, я сильно не... Наверное, я сильно не красилась на консульство. Да, я сильно не красилась. Может быть, он подумал, что я не очень красивая, и решил мне дать визу. Я не знаю. В общем, это все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что у вас все получится. Верьте в свою мечту, верьте в свой успех, и все будет круто. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok